Поехали! Меня зовут Марина, фамилия моя Гострая, я занимаю должность шеф-редактора программы «Меня и Женку» и собственно расскажу как она творится. Важнейший этап до съемочного периода это когда две съемочные группы собираются на совещание, то есть еще до выезда, до обмена. Скажу сразу, что есть две семьи, соответственно, есть две съемочные группы. Мы встречаемся для того, чтобы обсудить и понять, что мы должны увидеть в той или иной программе. Для начала кастинг представляет героев, то есть у режиссера, у каждого редактора есть возможность задать вопрос, увидеть отснятое видео в домашней обстановке, как себя люди ведут на своей собственной кухне, какие у них взаимоотношения с детьми, с мужем, у мамы, у жены, в каких условиях они живут, это дом, это хата, есть у них хозяйство или у них живет пол хомячка. Но в общем, то есть визуально, когда ты себе представляешь человека, тебе намного легче. Дальше. Обмен, в общем-то, кто с кем меняется, решает креативный продюсер, шеф-редактор с помощью кастинга дела. То есть мы уже предоставляем на этом собрании, на этом совещании конкретный обмен. Меняются люди не обязательно с разительными социальными статусами, например, богатые и бедные, город и село. Меняются миры, мироощущения. Одни у нас, я не знаю, приведу, например, пятый, по-моему, если я не ошибаюсь, сезон. Живут люди в селах, то есть и одна семья, и вторая семья. В своих домах у одних есть хозяйство, курочки, гусочки, коровки, свинки. У других хозяйства нет в принципе, но они тоже живут в своем доме. Те, кто выращивает все это добро, они его еще и продают. То есть продают мясо на рынке, сдают в магазины и так далее. У них есть двое детей, которые родились, выросли, их кормили нормальной человеческой едой, включая и мясо. Меня и моих с семьей вегетарианцев, которые, то есть мама, папа, трое деток, они не признают, вообще не понимают, как это можно есть мясо. Плюс они разработали какую-то свою систему жизни, не каждый день у них, каждому дню, точнее, был присвоен цвет. Понедельник красный, вторник оранжевый, среда синий. Вот они в эти дни носили только красную одежду, или только оранжевую во вторник, или только синюю в среду. Часто они устраивали разгрузочные дни, то есть они питались, не знаю, энергией солнца, вот, и купались в проточной воде в реке. Вот, да, ну, то есть все имеют право на жизнь, у каждого своя история, никто никому, как говорится, в душу не заглядывает, да. Статусы, плюс-минус, у тех дома, у тех дома, то есть все, все одинаково. Но поменял маму, которая приезжает из села, в которой привыкли работать, много хозяйства и так далее, в семью, где вокруг дома просто газончик, и стоит дом, и там детки. А деток кормить не мяско, ничего вообще нет, то есть ребенок, волоньки и так далее. То есть мама приходит в панику, он говорит, как это не есть мясо, ладно, вы взрослые люди, да, вы уже как бы имеете право отвечать за себя и принимать решение, есть мясо, не есть мясо. Но дети, растущие организмы, они должны получать определенный набор, там, тех микроэлементов и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, происходит, да, то есть мы понимаем изначально, что будет конфликт. Ну, то есть любой нормальный человек, если он при этом остается самим собой, он будет удивлен, он будет говорить о том, что это неправильно, или там его смогут переубедить, что это правильно, и тоже принять там сторону этих людей. То есть мы понимаем, почему мы меняем этих людей. И когда мы видим в эфире уже, да, точнее, зрители видят какие-то конфликтные ситуации, они не могут быть подстроены. Они, ну, автоматически рождаются, потому что мы сознательно делаем так, чтобы они родились. Ребята знают, что им нужно делать. То есть бывают спорные моменты, скажем так, в процессе съемок. И зачастую мне, как шеф-редактору, и я когда была редактором, я тоже звонила своему шеф-редактору, Толику Ереме, да, и говорила, что вот у нас есть такая ситуация, и как себя в ней вести. И, например, смена правил, это всегда, да, вот эта форматная штука, когда мама, прожив три дня в новой семье, по правилам этой семьи, обязательно меняет правила, вот, или не меняет правила. То есть ее, по сути, все устраивает, она видит, как живет другая семья, она делает выводы и понимает, что, а, либо если поменять, тут все завалится, да, это в случае с многодетными семьями, когда, если ты что-то отменишь, то детки засыпятся там с игрушками, всей едой и так далее. Либо же ее действительно устраивает то, как они живут, и она еще готова и взять для себя эти правила. То есть, ну, вы же понимаете, что три программы подряд не может не быть смены правил, да, но физически не может ее не быть, потому что это никому не интересно. Как это подать? Либо же все же найти, подсказать героине, может, она чего-то не видит, что ей действительно хотелось бы поменять, просто, да, опять же, мы должны понимать, играет героиня или нет. То есть она действительно такая вот, что ее все устраивает, и, собственно, больше ничего не надо. Либо же это, вот, знаете, защитная реакция, ну, и, опять же, боязнь показаться там какой-то не такой, какой она сама себе придумала. То есть вот здесь мы можем советоваться, да, потому что, ну, одна голова хорошо, две лучше, а три так вообще прекрасно. Ну, так и у нас происходит. В основном у нас нет созвонов, мы не указываем, то есть руководство не указывает там ребятам, что им снимать, как снимать и как это делать совершенно. Такого, в принципе, никогда не было и сейчас тоже нет. Начало съемки всегда у нас традиционно. У мам забираются мобильные телефоны, да. Папам они оставляются. Почему? Потому что папа остается в своей, как бы, нормальной жизни, он ходит на работу, да, он должен как-то быть на связи. У мам забираются, мало того, она не имеет права выходить в интернет, то есть любой доступный способ связаться со своей семьей закрывается. Почему? Потому что, ну, женщины очень эмоциональные люди. То есть переезд, потрясение, камеры, которые практически круглосуточно находятся с тобой, снимает каждый твой шаг. Плюс не всегда же мама приезжает, видит новую папу и говорит, боже, как классно! Она может и расстроиться, увидев, не знаю, там, да, не того человека, которого ожидала увидеть, не те условия, в которые хотела попасть, она попадает, она теряется. Психологически это нелегко. Поэтому что нам в первую очередь хочется сделать? Позвонить мужу, не знаю, маме, дочери и сказать, как здесь все плохо. Ну, так бывает. А муж с той стороны начинает очень сильно нервничать, говорит, вы мою бедную несчастную мучаете, а вы обещали не то, что нужно, при том, что, ну, как бы никто никому на самом деле ничего не обещал, но почему-то все всегда делает выводы. Вот. Дабы избежать всех этих ситуаций, забираются телефоны. Сложности какие возникают? У оператора они свои, у режиссера свои, и у редактора, соответственно, свои. Оператор, он должен успеть снять все, да, то есть реакции, мама говорит, папа реагирует, мама делает, папа реагирует. То есть камера одна. Он должен быть профессионалом настолько, чтобы без рывков, без, то есть у него должно быть операторское мастерство, да, он должен красиво, плавно снять все, чтобы мы могли выпустить качественный продукт в эфир. То есть у нас должны быть перебивки, у нас должна быть отбалансирована камера. То есть, безусловно, мы иногда жертвуем качеством видео, если, да, там, у нас эмоция, если вдруг мама ни с того ни с сего начала плакать, и оператор понимает, что если он сейчас начнет перебалансироваться, потому как он в этот момент был вообще в другой комнате, там был другой свет, он просто потеряет, да, вот это совсем брак, когда начинается то красное видео, то синее, то зеленое, то желтое. То есть он уже остается в том, при том балансе, в котором он как бы начал свою работу, не стопаясь, не выключаясь, да. Очень сложно снимать одному оператору очень, ну, скажем так, длинные разговоры, да, длинные истории, то есть с плеча, с руки, с ноги, то есть, ну, камера минимум 11 килограмм. То есть каждый должен понимать, особенно ребята, которые хотят стать оператором, что это больные спины, как минимум. То есть я не знаю ни одного оператора, который, ну, со стажем, скажем так, там, 3-4-5-летним, чтобы у него не болела спина. Это сложно, но это интересно. Плюс оператор должен уметь слушать, не только хорошо, красиво снимать, да. Он еще должен уметь слушать, он должен быть в материале, он должен сопереживать героя, иначе он будет снимать не то, что нам нужно. То есть оператор, который работает в формате реалити-шоу, ну, это очень-очень важный человек. То есть зрители видите его глазами, и если ему будет неинтересно, поверьте, зрителю тоже будет неинтересно. Режиссер. Режиссер отвечает, редактор больше отвечает за наполнение сцены, да, то есть то, о чем там происходит разговор, что происходит в кадре. Режиссер отвечает и за это в том числе, но он еще продумывает, да, и подсказывает оператору, каким образом, да, снять, какие применить ходы-выходы. То есть если мама, я условно говорю, там, не знаю, плачет о том, что у нее что-то в этой жизни не случилось, он может, подсказать, выйти, да, на балкон и через окно, и там снять, идет дождь, и снять чисто визуально картинку сделать очень красивой, да. Ну, то есть он это чувствует, он понимает, он подает это красиво. Редактор отвечает за внутреннее наполнение, да, сцены, режиссер в том числе еще и за внешнюю подачу. Бывает, что мы не выключаемся, в принципе, да, ну, то есть привозится очень много материала по той простой причине, что ты работая в процессе съемки, ты не понимаешь, что будет нужно тебе, что нет, поэтому ты, как говорится, поливаешь все. То есть остановиться ты не можешь, потому как, ну, вот, бывает, пошло у героев, да, какое-то общение, и они откровенны друг с другом, поэтому тяжело оператору, тяжело режиссеру, тяжело редактору. Почему? Потому что, вот, еще самый важный момент, у нас делится съемка на две части, ну, условно. Это лайфы, ну, то есть то, что происходит, да, в жизни героев, и так называемые дневники, синхроны, они же. Дневник, да, все понимают, это откровенно человек пишет, там, в тетрадку свои мысли. Здесь у нас откровенно человек говорит свои мысли на тему прожитых эмоций, да, поэтому задача редактора, в процессе, когда идет съемка лайфа, редактор должен следить за каждым словом, за каждым поворотом головы героя, за каждым вдохом-выдохом, предполагать, что на самом деле думает, да, героиня или герой в тот момент, когда он говорит, да, говорить, можно одно думать другое, и потом, когда мы снимаем синхроны, пишем эти же дневники, редактор должен вытянуть реальные эмоции и реальные мысли из человека, что он на тот момент думал, когда делал или там что-то говорил. И потом, почему вот, да, интересно смотреть, когда героиня, папе, ты одуванчик золотой мой, а сидит потом и говорит, свинтус поросячий, вот потому что, вот потому, да, людям зачастую нужно время как минимум обдумать, да, то есть сразу не бывает у всех прям быстрой реакции. Вот когда они обдумывают позже, они действительно, ну вот говорят то, что есть на самом деле, что получилось, что нет, делает выводы отсюда, да, ну не просто же мы меняем, поменяли, посмотрели, посмеялись там или пордали вместе с нашими героями, разошлись, каждый делает выводы, для этого, собственно, и меняются они, а мы, как зрители, смотрим. Зачем? Затем, чтобы понять, вот стоит так жить или не стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова